Добрый день, с вами опять философский штурм Игорь Данилов и свободная радио Альбимута. Сегодня мы поговорим о определенного рода критике, связанной с докладом Алабина, Андреева и Пархомова, представленной лично Пархомовым на конференции в Дагомесе. Оно происходило в конце сентября текущего года. Я давно хотел об этом сказать и сейчас скажу некоторые дополнительные слова. Значит, доклад такой. Результаты анализов изотопленного элементного состава топлива никелеводородных реакторов. Давайте посмотрим, что там получилось. Здесь большое количество изложений. Я ссылку прикреплю, желающие смогут его посмотреть. Что там, это очень красивые картинки, вообще очень хорошо все оформлено. Значит так, теперь давайте посмотрим на вот эту замечательную табличку. Значит, речь идет о том, что у нас резко изменился состав химических элементов. Если изотопный состав никеля практически не изменился, то химические элементы, они, значит, изменился очень сильно. Но мы видим, что количество кремния выросло в 10 раз, количество калия в 35 раз. Значит, титана в 10, ванадия тоже в 10, а хрома аж в 45 раз. И так далее. Значит, о чем это говорит? Это говорит не о каких-то там превращениях элементов в один-другой. Это говорит только, на мой взгляд, об одной простой вещи, что у них прогорело и их футляр, в котором находится это топливо. По-моему, она из алюминия О3 или чего-то там другого состоит. И в результате туда попали элементы, попали кусочки перегоревшего нагревательного элемента. Значит, по всей видимости, это не хром, а что-то другое. А если бы был не хром, то здесь тогда бы количество никеля также возросло, а оно уменьшилось практически в два раза. Но любой нагревательный элемент, либо на основе никеля, либо на основе железа, как это первоначально бывает, вторым по распространенности имеет хром. В качестве легирующих добавок туда всегда используется титан, ванадий, распространенный много, там кремния, безусловно. И все эти элементы, мы видим, что они возросли. Откуда там выросло количество калия, я сказать не натрия, я не могу. Ну, наверное, тоже можно подумать. Единственное, что смущает, что практически во всех нагревательных элементах в качестве еще одной легирующей добавки содержится марганец. Того количества резко как бы так уменьшилось. Ну, непонятно почему. Вот. Так что вот моя гипотеза состоится в следующем. Что-то традиционно никогда у Пархомова пока что долгое время его реактор не работал. Поздно ли рано он перегорал. Так произошло и на этот раз. Он поработал сколько-то там суток, он теперь работает сутками. Потом он, значит, перегорел, и кусочки нагревательного элемента попали непосредственно в залу, в отработанное топливо. И потом были померены при помощи лазерно-атомным эмиссионным спектрометром. И вот оказались вот такие странные результаты. Они его сильно разбавили. Почему это происходит? А происходит это по очень простой вещи. Значит, Цветков Сергей Алексеевич разговаривал, например, со специалистами в области химии высоких температур. И они говорят, что алюминий гидрит, который используется в качестве топлива, он очень хорошо поглощает воду. Там, где есть вода, там есть кислота. Кислота очень активна при столь высоких температурах, которые существуют в реакторе. В результате эта кислота просто-напросто прожигает стенки капсулы, прожигает отчасти и этот самый элемент. И, по всей видимости, этот элемент кусочками попадают в залу. Потом мы их меряем и удивляемся, отчего же так изменился у нас состав химический. Ну вот он от этого изменился. Это, конечно, моя только гипотеза. Я рад бы ошибаться. Но мне представляется, если бы нагревательный элемент заменили бы на какой-то другой, то у нас бы и результаты были другие. А еще лучше было бы не доводить дело до пережигания этой ячейки, до выхода ее из строя. А еще не разрушившуюся ячейку, взять и распилить, достать оттуда топливо. И уже тогда посмотреть всеми методами, что у нас происходит. И еще я видел объявление от ООСКИД, которое возглавляет Пархомов на сегодняшний день. Они ищут специалиста как раз в этой области, в области вот таких химии высоких температур. Этот именно подобного рода специалист, если он окажется на дороге, поможет им с этим вопросом справиться. И вполне возможно, что ячейка Пархомова будет работать так же долго, как ячейка РОСИ. То есть не выходить совершенно из строя. И тогда-то мы наконец-то ее прогоняем 100 или 200, или 300, или 500 дней. И после этого уже можно с уверенностью его распиливать, смотреть, что там получится, какие там будут химические... Какой у нас будет химический состав, и самое главное, какой будет изотопные изменения. Так что вот, так что у меня сегодня критическое выступление, связанное с тем, что всем, что касается на сегодняшний день. Низкоэнергетических ядерных реакций, нам нужно быть всем очень предельно внимательным, относиться с большим... Прежде чем что-то говорить, надо 7 раз отмерить, прежде чем отрезать. Потому что, как бы... Как бы здесь, в новом таком направлении, надо быть предельно корректным и предельно аккуратным. Спасибо за внимание, с вами был Философский Штурм. И свободная радио Альбимута Игорь Данилов. До свидания.